Друзья, всем привет! Сегодня необычная рыбалка будет, подъехал я в деревню, сейчас Николая загружу и будем ехать до тайги, такая грязючка там местами, сегодня сплавная рыбалка, я впервые в жизни буду пробовать такой вид рыбалки, посмотрим что из этого получится, надеюсь постараюсь вам передать всю эту атмосферу, все эмоции, в общем погнали! Такая вот заброшенная деревня, ну дома как бы есть, но немного тут, Николай меня встречает Николай здесь всех спортцов с деревни собрал, Коль, ты сделал? Красава! Конечно! Какие дома красивые у вас! Чем? Балкончиком! Так, ребята, ну вот, в принципе и начинается вот эта дорога, река уже рядом, но нам надо вон туда, вон далеко Коль. 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 Стаскивает иногда Поразить конечно сейчас Здесь вот что-то подкладывали, буксовали люди. Так, ну вот здесь поле осталось приехать и все. Всякие ручьи лесные. Да, здесь как ложок идет. Здесь все из полей. Еще грязь. Ох, не пугово. Вот тут надо блок снять. Хорошая жизнь. Все, дальше глина, да? Ага. Дальше здорово. Друзья, ну что, мы добрались. Мы преодолели 3,5 километра. Вот она река, по которой мы будем сегодня сплавляться. И смотрите, какая красота. Красные листочки, желтые, зеленые. И воздух свежайший. Это вообще прям круто. Прям я прям в таком предвкушении. Плещется, да? Угу. Ну и все, сейчас быстро разгружаемся, накачиваем лодку и в путь. У нас очень большой... Бобры. Путь очень длинный, но я думаю, будет результат, результат. Так, ты насос возьмешь один? Да, я возьму на всякий случай. Там эти коляги, фиг его знает. Вот это да, это дело. Я или взял, я вот не помню. Вот так вот мы раскидали вещи и накачиваем сейчас лодку. Так, лодки у нас накачаны. Мы торопимся, потому что маршрут, еще раз повторяюсь, такой, который мы планировали за двое суток преодолеть. А у нас время не до вечера, а уже как бы светло. У нас сидушка, чтобы было удобно. Вот мы накачались насосом, подключенным к аккумулятору, все быстро. И главное, надежно, все загружаем. И все, и поехали, поехали, поехали. Смотри, какая. Не, посмотри, это же лягушка. Сейчас я подниму тебе ее. Друзья, Коля утверждает, что это лягушка, а я говорю, что это жаба. Это лягушка. Ой, все, я с тобой больше доросся не буду. Так, грязь. Вот вся щука вот здесь вот, под кустами, находится. Сюда надо будет все прокидывать. Ну что, друзья, наконец-то мы на воде. Сейчас идут крайние приготовления к ловле, подсак. Я вот здесь уже так подготовил оборудование. Все для съемок готово. Вот. В общем, рыбалка будет очень такая интересная, необычная. В чем необычность? С одной стороны все кажется просто. То есть мы просто плавимся по реке, по малой реке. Ее ширина тут, ну, где-то метров 20-25, наверное, может быть меньше. Вот. И обкидываем вот такие вот участки с корягами. То есть идет у берега довольно-таки резкий склон. Вот. Николай плывет рядом, тоже облавливает с ним. Общаемся, получается. Природой любуемся. Посмотрите, какая природа. Но есть вот такие вот опасные моменты. То есть, вот видите, коряга идет, бревно. Они есть нависающие, которые могут послужить, ну, такой серьезной опасностью. То есть можно под них поддырнуть. То есть постоянный контроль, где находимся, что там впереди нас подплывает, подходит. Вот. Поэтому это создает некий такой, очень активную такую рыбалку. Постоянный контроль происходящего. Вот. Но в целом, конечно, кайф. Это природа, это воздух свежий, где-то животное, еще что-то. Классно. Просто, просто чудесно. Ловим мы щуку. Здесь она есть в нормальном таком количестве. И стоит она в основном вот под этими кустями, под которые надо постараться, конечно, забросить. То есть вся рыбалка будет происходить, примерно, вот такая. То есть кинул под куст, дождался, чуть провел, несколько оборотов. Не вышла щука. Все, вытаскиваешь. И опять перебрасываешь. То есть в течение всей рыбалки идет такая прям активная работа с Настей. Вот. Поэтому я взял сегодня комплект такой полегче, прям максимально легкий. Это страндик 2,5 тысячи. И аргумент. Ой, да скольки он до 35, по-моему. Да, до 35 грамм. Вот. Легенькая, тонкая плетенка, поводочек и резина на в сеть, потому что очень много коряк. Ну, Коля решил пойти другим способом. Воблером. Вода немножко мутноватая, как вы видите, вот, но все равно возможно половить. Поэтому буду сейчас в основном использовать яркие такие цвета. Вот сейчас я ставлю вот такой вот золотого червячка. Кстати, резина, чуть позже вам покажу, 88 миллиметров. Вот. На все эти 10 грамм, возможно, облегчусь попозже до 8 грамм. Мы посмотрим. А так местные здесь колебалки бросают. Вот, кстати, проходим хороший такой. Вот так вот, под кусты. Хоп-хоп, все кустики чик-чик обходят. Вот здесь вот бобры навалили деревья. Вот осина тоже упавшая. Вот они здесь хозяйничают. Валят и валят деревья. Развелось их в последнее время в стране очень много. Да, лес вообще красивый, осенний такой. И красные листья уже, и желтые. Да, прям вообще класс, класс. Воздух свежий, жалко вам не передать. Вот, ребят, смотрите, помимо вот таких вот кустов, да, затопленных, там, коряжки и прочее, у нас еще будут попадаться вот такие вот старицы. Ну, то есть они с травой, где щука, в принципе, стоит, вот куда сейчас Коля кидает. Вот. А еще можно вот туда заходить, там вообще стоячая чистая вода. И наиболее перспективные места, ну, она как бы там помельче щука, но ее поймать полегче. Поэтому будем в эти старицы тоже заходить, обкидывать, вот, ну и проверять вот такие ямки, то есть где река, вот видите, упирается вот туда вот в поворот и там вымывает. Соответственно, там стоит самая крупная щука обычно. А вот эти палки, это вот ставят рыбаки, ну, кто-то сети, а кто-то эти ставят, жерлицы. Чуть попозже они будут появляться периодически. И вот постоянно веслами приходится работать понемножечку, да. Ну, ничего, интересно, короче, рыбалка. Там, может быть, грибы, посмотрим в одном месте, выйдем. У нас, в общем, план сегодня какой, сейчас половим. Сейчас, блин, ботинки заменю. У меня что-то это, сырые кроссовки. Это, выйдем, костерок разведем, супчик сварим. Мне там Катя нарубила там уже, то есть, только сало, да, есть? Да, я делал. Сальто есть, это хорошо. Вот, но у нас, еще раз повторюсь, очень большой маршрут. И я поэтому особо стараюсь сейчас не напрягаться, экономить силу, потому что целый день придется вот так вот кидать. Вот берег подмывает здесь, и вот валятся и деревья, и кусты вот эти. И вот она вот здесь вот вся и стоит рядом с течением, в таких вот омутках стоячей водой. Вот еще ребята местные помечают перспективные места разными тряпочками, веревочками. И это, возможно, зимняя тычка. Вот, но все равно можно проверять. То есть ямка какая-то интересная. О, меня зацеп. Первый. Видите, все равно зацепы идут, и приходится, вот это, кстати, вторая проблема на этой рыбалке, что как бы течение от тебя тащит постоянно в одну сторону, а если ты зацепил, то приходится против течения вот так вот подгребать, смотреть там, что там, как зацепилось, и отцеплять. То есть, ну, а все-то он, конечно, против зацепа хорошо работает, но не всегда. Все, отцепил, и от кустов отгребаем. Вот, кстати, можно хорошо увидеть, что тут творится. Тут вообще реальные дебри с кустами вот с этими. Классно, классно. Я говорю, все необычно, а интересно. И я надеюсь, будет и видео довольно-таки интересно. Ну, поехали. Да, вот здесь, это, конечно, места очень конструктивные. Вот тут сейчас вся щука, ее фиг достанешь. Она на течение не будет. Вот, ребята, одеваю свеженькую резину. Вот так вот это выглядит, показываю. Так, протыкаем. Раз, афсетный крючочек, ну, может, кто не знает. Вот, примерно прикидываю, втыкаю, и жало так прячу. Хоп. О, вот бобры нам тут делов наделали, приходится вот это все аккуратно обходить. Вот так вот, раз, второе дерево, и дальше вот обкидывать. Нормально. Вот там, ребята, сейчас лось это выходил. А вот здесь он тоже то ли провалился, то ли пытался залезть, то ли плавал здесь, не мог выбраться. Что-то, вот такие дела. И вот, смотри, везде следы лосиные. Лосиные следы кругом. Пытается выбраться здесь везде. Вот здесь ход лосиные, я же говорю тебе. Да? И медведь здесь тоже присутствует периодически. Коль рассказал, что учительницу здесь, она что-то из деревни в деревню переходила, и задрал медведь, и где-то и памятник, да, тут стоит. Вот, так что тут, ребята, места такие. Очень перспективные места. Смотрите, какое бревно. Прям под него сейчас раз. Прям так, 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 веточки прям чувствую. Ну, что-то нету. Коля бросает тоже, что-то как-то нет. Кстати, ребята, сюда очень, ну, невозможно попасть, вот по берегу даже пройтись, половить. Здесь просто, ну, непроходимые дебри. Вот, поэтому здесь только сплавная рыбалка. Причем, здесь так много завальных деревьев, которые мы сейчас увидим впереди, что проехать на лодке с мотором, ну, просто нереально. Ну, как, ну, может быть и реально, но перетаскивать на себе, ну, сложновато будет. Поэтому тут прям только вот так. О, связь еще есть. Сейчас, кстати, пропадет связь. Ребята, я еще забыл вам сказать про сложность этой рыбалки. В том, что я так бы назвал невозможность возврата. То есть, если ты поехал, начал катиться, то все. Ты уже никак не вернешься к машине, пока ты не доедешь до конечной точки маршрута. То есть, кто-нибудь там позвонил, что-то у тебя случилось, или там какая-то внештатная ситуация, пробил ты лодку, там, повредил, что-то, не знаю, стало плохо тебе. То все, тебе никто не поможет. Ты вот в тайге и сам со своими проблемами. Поэтому вот у меня с собой аптечка обязательно, ремкомплект для лодки. Вот, потому что все может случиться. Друзья, ну что, поделюсь первыми эмоциями. Конечно, необычная рыбалка, вообще крайне такая интересная. Но, казалось бы, она сначала легкая. То есть, я думал, что будешь сплавляться потихонечку по реке и наслаждаться природой. Но нет, здесь постоянно надо грести. Постоянно нужно как-то подстраиваться под какую-то ямку, в которую ты хочешь кинуть. Вот, и вот эти завалы, которые впереди, тоже их надо объезжать. Очень опасно. Можно и лодку проколоть, может просто по башке тебе что-то прилететь. Какая-то ветка, пока ты в другую сторону там засмотрелся. Ну, то есть, такая рыбалка трудовая. Нифига не это, вот такого бобра следы. Вот, но в целом класс, ровно природа, осень. И вот нам пока что везет, мы преодолеваем эти все завалы, не выходя на берег. Впереди будут, я уверен, такие завалы, что никак без выхода. Здесь движка, тихонечку, так чик-чик-чик. Проходим, проходим, проходим. Ветки отодвигаем. То есть, это трудовая, трудовая рыбалка, получается. Вот это да. Это серьезно. Вот там внутри стоит щука, по-любому. Вот опасные вот такие вот моменты. Надо успевать. Опа. Фух. Можно и пропороть лодку. Да, течение прям туда, под этот, тащит он, под обрыв. Блин. Что я и говорил. Чуть проморгал и воткнулся. Можно вот так порезать лодку. Препятствия за препятствием. Здесь некоторые деревья спиливали, чтобы лучше проходить. Но все равно они периодически падают. Очередные проблемы. Препятствия. Прошел. Ух, бобры тут натворили зелов. Че, встал? Ну что, застрял. Ждем, когда Николай толстый, никак он и пролезет. Тебя потолкнуть, что ли? Нет, подожди. Первый пошел. Знай зацепил спиннинг, держи. Все. Вот смотри, легенькая лодочка и как у меня без проблем прошло. Ну, смотри, вот здесь можно прокинуть, да? Так, будет хороший мистин. Как бобры заплудили он. Удачно. Это все было заплужено, это видимо еще. Косуля еще тут. Лосик, косуля. Обычно за деревьями есть вот такие затяжки. С обратным течением, которые мне очень хочется обловить. Но тут надо обязательно проверить, чтобы резина была нормально воткнута. Вернее, крючок в резину нормально воткнут. Видите, такого не должно быть. Надо прям так втыкать. Мне надо вот хотя бы вот тут кинуть. Вот так вот. Вот. Так, и вот сюда прогал. Друзья, упавшие деревья не только по низу мешают, но еще и на оролодках здесь не проедешь никаких. Потому что еще вот так вот деревья лежат. Кстати, могут упасть в любой момент. Поэтому особо классно под ними проезжать. Главное спиннинг не сломать. Вот в чем дело еще. Так, складываем. Поехали. Так, так, так. Так, так. Баба! классно а сюда кидал она да смотри как тут классно на вот тут и стоит во еще и глубина у нас за очередной зале пончик так и чё как сломать бы и пропороть бы поехали так куда ближе брать да серьезно и это только начало нашего путешествия я понял нет 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 не ломайся не ломайся у крепкий спиннинг я вижу вижу здесь ты бы поломать бы так очередной зале пончик у нас в тайге вот такое дерево упало и приходится вручную там это нормально да у меня отлично подписчицы прибавляется но кто смотрит на это дело подписчицы и москва прибавляется так ну чё погнали дальше что-то кстати зачастили да и вот эти переходы там еще будет три по-моему таких потому что мы ждать таких проповедей вы говорите как как здесь все острые ребята видите острые да вообще они прям очень коварно вот эти вот пихты или что лиственницы какие-то я уже прошел теперь я прошел вам чтобы она не была из меня там еще сразу коряга блин как назло да рыбалочка приобретает краски не клюет что-то особо остальное норм как так вот захожу в очередной заливчик такой старится здесь вода должна быть чуть почище и буду потихоньку пробрасывать мелковато есть есть вот она красотка он стоял там ребят ну давай вознилась резиночкой дальше хорошее место здесь глубина он коряги сразу же здесь кусты здесь трава сам это для щуки вот в такие вот карманы она там вот и стоит все да друзья шикарная рыбалка ну не в плане рыбы пока что а в плане вообще как это все происходит то есть постоянно меняется картинки здесь какая-то рябина или какая-то волчья ягода появилась какие-то бревна лежат коряги которые ты облавливаешь то есть очень шикарно но самое главное что природа посмотреть какая все осенняя такая прям просто наслаждаешься вообще рыбалка это место где ты наблюдаешь за изменением природы в течение всего года и живешь как бы существуешь на этой рыбалке в окружении этого всего этот прям кайф конечно вообще плывешь такой отдыхаешь катишься потихонечку вон вон смотри какая здоровая шуганулся пока отцеплял так она пошла мощно есть протащим ребята есть такая же мелочевка резина рулит через кувшинки шнурок василий тут крупнее стоял шуганулся вот парики идем сейчас сплавляемся вот такие вот жерлицы присутствуют здесь периодически местные ставят насаживают сорожку она там плавает щука берет и на этой коряжки висит конструкция гаси села вообще через траву про продергивал она блин hop и сидит даже не зацепилась за крючок вопрос поперек но крючок даже не воткнулся за груз груз держит и все опа ну давай плыви ребят поставил такой цвет решил все на цвета попробовать и прям продергивал через траву она там хоп и сидит так друзья ну коротко сейчас о приманках расскажу я основал сегодня используют 88 миллиметровую часе чейсер вот в общем вот такая упаковка вот такой фирма и они идут в разных вариантах в том числе вот такой сейчас очень популярный цвет называется зеленая кислота или как салатовая кислота так вот у меня в основном ты сегодня применяю ядовитые такие цвета яркие потому что вода мутная одеваю это все на крючок по моему четвертого размера овсетник вот и грузик 10 грамм и нормально нормально ну щупаки клюют в основном мелкие вот для крупника конечно буду сейчас может быть резину какую-то крупнее ставить но вот очень рекомендую всем ссылка будет в описании чайзер нормально нормально именно для тех вот кто ловит обычно но не крупную щучку окуня прям хорошо и пахнет кстати хоть ну непонятный запах очень резкий бобер бобрище просто хвост было видно крупный такие вот деревья нависшие а вот смотрите жерлица к сожалению брошенная забыто это уже на 5 или 7 жерлица нашем пути щит но я сейчас проходим место под названием ласточки на гнездо очень много ласточка наверно здесь прилетает но они уже улетели вывели потомство и улетели николай было две поклевки еще друзья выбрались мы на берег вот здесь такой очень крутой склон после как раз ласточки а вот этого гнезда вот мы лодки внизу оставили и сейчас наверное здесь разожгем огонь немножко разомнемся и приготовим что-нибудь покушать вот тоже время уже к обеду вот рыбка клюет но не так хорошо как хотелось бы но все равно нормально коли пошел грибы проверять если будут то насобираем грибов вот а я пока час дрова на рублю и буду сжигать костер по ходу нет грибов так как здесь много медведя сейчас мы бросим петарду напугаем коляна подпрыгнув вот это ты испугался я присел они будут переграют вот так ехать итак друзья дальше мы что достаем мы достаем уже на фигачили это картошку взял картошку взял не хочу я так отец колокона руби все кроме картошки в ту школе принесет картошку они картошку роде есть так тут салон разгорел сал вытаскивать что друзья у нас тут приготовился сейчас мы разольем значит бутерброда у нас сальцо приготовилась в общем все так по-деревенски по-скромному но зато очень вкусно на природе такая вот красота кругом у матьешка говорил у меня мама ребят всем приятного аппетита кто там да и берите тоже что-нибудь что-нибудь да с собой посмотреть видосик а у меня даже ложка есть свинка уже две ложки да ребят все равно самое вкусное здесь это сало которое упало в костер в углях но вообще такая вкуснота особенно про слоечка мясо когда есть глаз и включил запись маленький да он царестан еще пуплята вот они пока так вот рано еще вот вот я думаю прям дня 4 и прям хорошие хорошие будут на венчик работа кипит пожар был как давно вот такие деревья все так обугленные и вот среди них есть чуть-чуть грибочки поля вот твой опенок какой прошел пожаре срежь его пожаре и свету кушать нечего будете вот здесь вот тут уже гриб он уже тухленький меня учили всегда на дерево белкам он подсыхает белки его съедают вода красавчики стоят вот они ребят вот только-только полезли так что что и и и и ребят смотрите вот бобриный выход они 10 видно по следам скатываются и вот тропа их они там тусуются все в следах на скоро зима листва так падает пошла листва уже по воде и вот очередной зале пончикает называю вот 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 ребят здесь реально просто страшно наставили рыболовы и доблестно забыли и вот они стоят вдоль все речки стоят уже давно я не знаю сколько уже времени что из себя представляет в общем такой пузырек на нем резинка на котором намотана леска и случае поклевки а настраивается тут баллончик вот но здесь живец но так как давно стоит скорее всего уже давным-давно была поклевка давным-давно тут все порвалось вот видите какой груз вот видите даже крючка нет оборвана и кусок свинца свинец я заберу то что очень вреден в природе место очень хорош ребят видите вот очередная баночка висит а где баночка там скорее всего а муток состоящий водой потому что местные то они знают все эти места не просто так они здесь сетка прикинь сетка старая как обычно никто ее не проверяет никому она не нужна даже все цепляется за такие вещи вдоль поставлена и забыто были да блин весь испачкался что-то надо яркая яркая есть хорошая хорошая ребята взяла вот который я шел сюда вот где она такая два с половиной оба ух есть взял я все-таки щучку взялась она хорошо попробовал поролонку нифига потом поставил этот ядовитую резину вот такая резинка такая щука класс это вообще ну что надо коли взять он деревенский житель пусть кушает хорошо ударила так прям мне понравилось еще бы таких пяток до 2200 я почему-то так и предполагал я кстати ребят купил на алиэкспресс новый кукан потому что прошлое вы помните как у меня перекусил говорю обрезала мотором а это идет уже металлический трос главное есть поплавок который очень хорошо видно но я думаю они убежит но все возможно столько мест проехал похвозился пока вываживал опасно щуку вытаскивать можно попасть ну что продолжаем рыбалку покрупнее резина пока я вижу только такой выход из положения когда клюет только мелочь упал удар был удар был нет свежие прям вообще таких не было он все зубах голову ударил шнурок ну Субтитры сделал DimaTorzok Удар какой был, вот это да, вот это удар. Фух, у меня аж прям дрогнуло сердце. Посмотрим сейчас, что здесь у нас, как можно это все пройти. А наверно никак. Вообще никак. Ну да. Что, начинаем операцию? Перетащи корабль. Так. Дальше что делаем? Да, ребята. Утанул пауэрбанк. Отлично. Утанул глубоко здесь. Блин. Да. Утанул пауэрбанк. Подключил резервный пауэрбанк. А тут второй залипончик вот такой вот. Но он полегче. Щука еще это мешается. Друзья, без потерь на съемках никак вообще. Вообще никак. То камеру утоплю, то еще что-то. Здесь только не снимать. Утопил пауэрбанк. Да ну? Ну, перелазил он из капюшона раз. Да нет. Глубина там ты чё. Бывает. Это затратная рыбалка вообще. Затратная. А я, блядь, ушла, у меня щучка. Клюнула, да? Путевая, ну. А тут вот сейчас за куточек будет. А там трава и по траве вёл, вёл бах только. Таскал, таскал, а там трава и всё, она ушла. Друзья, еще одна жерлица установлена. Только на этот раз вот такая вот резина. Здесь, ну, не резина, а трубка. Здесь прорезь. Ну и старая, всё брошенное. Не знаю, чё местные ленятся убирать за собой. Конечно, тут всё порвано. Сто раз тут клюнуло, всё сгнило. Как-то безалаберно они относятся к этому. Ко всему. А ты прям до конца прошёл, прокидал. Я до середины дошёл почти туда. Так, там хорошее место. Жалко, таких мало. Вот закуточек хороший. Напишут комментарии только жрёте, рыбу не ловите. Но как тут не остановиться, не полюбоваться. Тем более сало, которое мы заранее нажарили на костре. Щучка также одна, мелочь отпустили всю. У тебя поклёвки были, да? Хороший убежал. Да, но у него, в принципе, поймай... Нет, даже не поймай, а просто не лови. Просто отпусти. Да, и всё. И все целые, все здоровые. Вот такие вот мордушки старые тут валяются вдоль берега. Местные тут полавливают. Так, друзья, ну что, начались пороги. Значит, что наш маршрут подошёл к концу. Ну классно, такая сплавная рыбалка. Впервые у меня такой опыт был. И, в принципе, нормально. Немножко тяжко вот отбросать постоянно. Ну, вообще свои нюансы. Но всё равно природой наслаждаешься. Как-то вот в конце вообще участок, где тебя никуда не стаскивает, нормально. Но клёв что-то какой-то вообще слабый. Сначала мелочёвка клевала. И то только в закуточках где-то. Ну и потом вот поклёвки были у Николая. И вот я одну щуку взял нормальную. Где-то 2 в половину, что-то уже не помню. Вот. Всё на этом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Все с Настей и в том числе про Соболя всё в описании. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok